Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Четыре провокации за день зафиксировали украинские военные на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Матузянник. В частности, боевики обстреляли из минометов в Крымское, в Луганской области, в Донецкой из артиллерии и минометов в Лебединское и в Водяное. Среди украинских военных погибших и раненых за сегодня нет. По данным разведки, российское оккупационное командование активно готовит армию наемникам к боевым действиям, поставляют боеприпасы и заставляют госслужащих и студентов сдавать кровь. В частности, с 1 марта этого года начат отзыв личного состава из отпусков и запрещено на неопределенный срок их увольнение из расположения частей. При этом возросла интенсивность пополнения передовых подразделений боеприпасами, инженерным и другим имуществом. А в медицинских учреждениях активизированы меры по пополнению запасов крови. Озневую точку противника уничтожили украинские гранатометчики из 30-й механизированной бригады. Видео взрыва обнародовал один из военнослужащих. На ролике виден выстрел по огневой точке «Прыщ». Так воины прозвали вражескую позицию на Светлодарской дуге. Затем взрыв с разлетающимися бревнами. Родные и адвокаты Владимира Балуха больше полумесяца не знают, где он точно находится. Об этом ЮИТВ рассказал адвокат Дмитрий Динзе. Защита предполагает, крымчанина этапируют в одной из колоний общего режима Тверской области России. Которые находятся на этапе, по ним информацию никакую всем не предоставляют. Она для служебного пользования. Исходя из этого, нам приходится, так скажем, только в этой ситуации ждать. И так как этапы идут общие, скажем, через всю Россию, поэтому получается такой затяжной, знаете, затяжной круг. Украинского фермера подконтрольный Кремлю суд в аннексированном Крыму приговорил почти к пяти годам колонии и штрафу в 150 долларов, якобы за хранение боеприпасов и избиение начальника местного изолятора. Защита Владимира Балуха утверждает, крымчанин стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию из-за флага Украины, который вывесил во дворе своего дома. Флэшмоб в поддержку попавших в плен украинских моряков организовали в Одесской школе номер 113. Именно в ней учился один из военнопленных моряков Андрей Эйдер, самый младший из членов захваченных ФСБ экипажей. Началось все с танцевальной постановки, поднятия государственного флага. Затем курсанты факультета военно-морских сил Украины развернули боевое знамя военно-морского флота. Подозреваю, что это все-таки один из элементов психологического давления на заключенных. Освободить украинских моряков накануне призвал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. В своем обращении в Твиттер он напомнил, что 100 дней 24 украинских моряка находятся в российском плену. Ранее американский дипломат заявил, что США не возобновят переговоры с Москвой, пока украинские моряки в неволе. Экипажи трех украинских судей российские силовики захватили в плен 25 ноября в районе Керченского пролива. Катера Никополь, Бердянская и буксир Яны Капу шли из Одессы в Мариуполь. В плену оказались 24 моряка. Окупанты их арестовали в аннексированном Крыму, а затем незаконно вывезли на территорию России. Суд Москвы оставил под арестом украинцев до конца апреля, обвинив якобы в незаконном пересечении границы. Все моряки потребовали считать себя военнопленными и относиться к ним в соответствии с Женевской конвенцией. Пожары на севере Испании почти удалось локализовать. Под контроль взяли 90% возгораний, заявили местные власти. Однако пламя продолжает распространяться, способствует высокая температура и низкая влажность, несвойственные для этого времени года. Десятки дорог перекрыты, несколько сельских районов остались без света из-за оборванных электролиний. С огнем продолжают бороться сотни пожарных и военнослужащих. Когда я вышла на улицу, то очень испугалась, потому что увидела в горах огромное пламя, которое постепенно спускалось вниз. Казалось, что пожар приближается к деревне. Единственная в Украине теннисистка в возрастной категории 85+, Галина Горяная, выступает на чемпионатах мира и покоряет корт своим желанием учиться. В теннис пришла в 60, уверена, осваивать новые умения никогда не поздно. Кивлянка монтирует видеоролики, ведет тревел-блоги, вебинары об активном долголетии. История Галины Горяной открывает цикл «Жить на полную» о женщинах, которые вдохновляют. У нас есть наш биологический компьютер, голова, и что в голову заложишь, что будет. У ее биологического компьютера как будто нет спящего режима. Спортивным шагом Галина Горяная ведет за собой учеников. Раз в неделю она проводит клуб активного долголетия. В любое время года, при любой погоде. Упражнения для тела, позитив для души. Первый секрет долголетия от Галины. Галина нас настраивает, и мы все встречаемся, и это у нас заряд бодрости. Она учит людей быть здоровыми. Знает как. Эта женщина когда-то сама себя поставила на ноги. Галина – чемпионка Украины по горнолыжному спорту. В борьбе за очередную награду слетела с трассы. Врачи вынесли приговор. Прогрессирующее обездвижение. Там падение было. Сделать ничего нельзя. Но вы человек мужественный. Вот можно тренажеры над головой, там то, другое. Вы знаете, первая мысль была уйти из жизни. Как это так не двигаться? Не сдаваться и верить в свои возможности – второй секрет активности Галины. Она вернулась в спорт через два года после травмы. До 50 лет продолжала профессионально кататься на лыжах. В 60 научилась играть в теннис. В 79 встала на ролики. Я купила платье, купила парик, купила кастаньеты, скачала уроки фламенко и на роликовых коньках в 79 лет встречала Новый год. Как жить молодо и здорово – втайне не держит. Пишет книги, ведет вебинары и блоги о спорте, достижениях, путешествиях. Уже я буду делать фильм и комментировать тут. Продакшн полного цикла. Сама снимает, начитывает, монтирует. Быть в тренде – секрет молодости номер три. Сейчас обрабатывает съемки из последней поездки – соревнований в Будапеште. Вот, вижу, ошибку не довела. Галина сама разбирает свои ошибки и анализирует игру соперников. Три раза в неделю – тренировки на корте. В год – по несколько соревнований. Она первой из постсоветских стран выступила на чемпионате мира в категории 80+. Когда я играла первый раз на чемпионате мира с американкой, мы с ней разговаривались. Ну, разговаривались. Я плохо владею английским. Ну, в наглую говорю. И она говорит, что она шести лет начала. Я говорю, я шести лет. Она переспросила. Сикс? Сикстин? Я говорю, нет. Она принесла бумажку, чтобы я написала. Учиться новому каждый день – четвертый секрет от Галины. Английский язык стал очередным вызовом. Практикуется на анекдотах Рональда Рейгана. Russian dogs ask what is it marked? Сейчас Галина готовится к своему шестому чемпионату мира по теннису. Мечтает сыграть в паре 85 плюс и взять, наконец, призовое место. Хочу – могу – буду. Это мой девиз. Евгения Бурда, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ. Хотела быть королевой. В Исландии 77-летнюю женщину унесло в море на ледяной глыбе. Джудит Стрэнг путешествовала по стране вместе с сыном. У берега они заметили льдину в форме трона. И Джудит решила сделать фото. Когда уселась на трон, глыбу вместе с женщиной волной унесло в море. Ее спасло то, что недалеко проплывала лодка. Историю путешественницы активно обсуждают в соцсетях. Фото бабушки подписали. Королева айсберга. Это и другая информация на сайте канала utv.ua. Заходите. Следующий выпуск новостей уже через два часа. Оставайтесь вместе с ЮЭй ТВ. И спасибо, что интересуетесь происходящим в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова